Да, иногда мы вот такие книжки читаем, потом долго думаю, а что же делать с тем, что здесь написано? Очень интересно, но рассказывать не буду, потому что многие книги Штайнера предполагают некий путь. Прежде чем читать эту книгу, надо познакомиться с изначальной книгой, которая описывает мироустройство с точки зрения антропософии. И вот этот путь для людей, которые склонны к философии, к поиску свободы, конечно, нужно прочитать «Философию свободы» Рудольфа Штайнера. Это не эзотерическая книжка, это чисто философская книжка. Там рассматривается основной вопрос о свободе. Если мы касаемся непосредственно антропософии, как духовной науки, то тогда нам нужно начать с теософии, или есть русское издание дореволюционное, оно называется духоведение. И там как раз есть описание, как человек устроен с точки зрения физической, душевной, духовной, откуда движется, откуда идет путь Земли. Как из духовных иерархий родится материя, как становится Земля, как она уплотняется, как мир создан, как происходят смены различных эпох на Земле, как сама Земля меняется, какая задача человечества, и что каждый человек может сделать в этой цивилизационной. Поэтому, прочитав духоведение, можно потом посмотреть следующую книгу, это очерк тайноведения. И вот после этого можно браться читать уже другие книги, и тогда будет понятна, ну, такая вот рамка общей картины мира, исходя из которой написаны вот такие книги, как «Влияние духовных сил на ход истории». Ну вот чем интересна антропософия, я, конечно, от себя говорю, у меня было много вопросов по жизни, и на них ответы я смог найти только здесь. И они здесь систематизированы в антропософии, и это важно, потому что это новые знания, ты можешь присоединять к тому, что ты до этого знал. И почему именно это? Меня периодически спрашивают, почему вы выбрали вальдорфскую педагогику, вальдорфскую школу начали создавать, почему вот вдруг антропософия, это же страна, это же нерусская. Но там вопросы русского-нерусского, что надо брать в цивилизации все лучшее, что есть. Так всегда было, мы пользуемся греческой философией, до сих пор, даже на развивающих тренингах, семинарах начинают говорить о Сократе. И Аристотель Платон в основе всего лежит, немецкая философия, которая тоже является основой нынешнего сознания, такого философского. И также как мироустройство, которое Римская империя, которое позволило людям создать вот эти вот внешние рамки для всего. То есть любое государство сейчас, оно настроено отчасти, как было задумано в Римской империи. Поэтому мы собираем все, что важное есть в цивилизации. И это позволяет нам создать картину мира для современного человека. И вот когда ищешь ответы на вопросы, ищешь ответы на вопросы, то тогда что-то вот внутри тебя откликается. Внутри вот это чувство, можно его как-то переживать. Ну, для себя, ну, может быть, я использую это чувство истины. Чувство истины, оно как-то подсказывает, что вот это вот, ну, кажется, вот так, вот мое сердце говорит, что похоже на правду. И даже я эту фразу, похоже на правду, я ее использую даже в работе с детьми или там, ну, или на лекциях со взрослыми. Потому что я не могу сказать, вот это там достоверная правда, вот верьте, это вот так вот. Но я говорю, вот те знания, которые мне дают антропософия и понимание, они мне помогают прогнозировать то, что будет дальше там в своей жизни, как построить, ну, свои взгляды, свои деятельности, мне помогают это. Они помогают мне объяснить, как и что, почему происходит. И поэтому я этими знаниями пользуюсь. То есть я не буду настаивать, и даже, ну, вот у меня это никакого смысла. Для меня это так. Для вас может быть по-другому. Но, тем не менее, антропософия мне помогла вот найти такую твердую позицию в жизни, вот последовательно в течение, там, по сути говоря, уже сколько, в течение 20 с лишним лет. Я пользуюсь знаниями, которые есть в антропософии, как в науке. Я пользуюсь методами, которые есть в антропософии, как в науке. И это мне помогает, по сути говоря, даже в повседневной жизни. И вот иногда этот вопрос возникает у родителей, которые вот так вот, ну, почему антропософия, как школа? Школа это такое, ну, должно быть светское. А у Штайнера там книжку открываешь, а тут духовные иерархи, ангелы, архангелы, дух народа. И вот ионы, как это все меняется, астральные, эфирные. Как же, как же, как же, детям-то это все? Ну, во-первых, детям в школе это никто не дает и не рассказывает. Но мне, вот как учителя общества знания, вот эта общая картина мира Данна и Штайнера, она позволяет как-то вот выстраивать традиционные факты, феномены жизни, ну, в более таком сознательном направлении. Мне это помогает понять, какие факты должны быть, какие феномены выбраны, могут быть в истории, как подойти там к воспитанию маленького ребенка. То есть это мое, так сказать, мое основание, на котором я стою, которое позволяет мне пользоваться теми знаниями, которые я получаю там на других, на семинарах, в институте, в книгах, создает целостную картину мира. И, конечно, для детей эти знания, они могут быть даны, но они должны быть трансформированы через современную науку. Поэтому я специально пошел учиться на психолога, чтобы понять, а что современная психология знает о том, что пишет Штайнер в «Антропософии» и другие авторы «Антропософские», что как психология на это смотрит. И я нашел очень много таких ярких примеров, когда вот психологи, вот это особенно из направления юнистической психологии, когда они разрабатывают отдельные вопросы сознания, отдельные вопросы я-идентификации, очень глубоко и детально. И там есть даже методики, которые могут помогать там в работе, вот в конкретной работе учителя, психолога. И в то же время эти методики в психологии очень часто разрознены, и различного сорта психологии они опираются на какую-то, на одну часть человека. А «Антропософия» позволяет иметь общую картину. И поэтому, работая в школе с родителями, очень важно, чтобы те знания, которые ты почерпнул из «Антропософии», а еще на еще лучший опыт, который ты приобрел, используя антропософские методы, ну, такие как медитация, концентрация, феноменологическое наблюдение. Ну, вот «Антропософия» — наука. Это как наука-физика. У нее есть данные, мы пользуемся, но мы не знаем, откуда они взяты. Также можно пользоваться антропософскими знаниями. Пользуюсь. Ну, а как это, откуда? Ну, это второе. Я просто доверяю, ну, и этим пользуюсь. Мы же тоже физику не знаем, мы пользуемся многими приборами, которые построены, исходя из сложных физических законов, о которых мы не подозреваем. Второе. В «Антропософии» есть методы. И вот эти методы, один из самых важных, это концентрация, медитация, феноменологическое рассмотрение различных феноменов жизни, собственной, детской коллективы и прочее. Ну, я так наброски делаю, чтобы не было длинные, тяжело. И поэтому важно, когда учитель работает с родителями в школе, то свои антропософские знания, он может и свой, в первую очередь, опыт работы с феноменами посредством методов, которые даны в антропософии, он соединяет с тем, что современная наука говорит о тех же самых явлениях, о тех же самых феноменах. Поэтому так важно сейчас, я думаю, многим учителям учить современную психологию, знать, как работают на курсах личностного роста. Вот у меня этот толк есть, я наблюдаю просто, ну, как с точки зрения антропософии, что происходит с людьми, которые ходят на тренинги. У меня есть такая золотая возможность, я беседую с родителями при поступлении в школу, ну, в течение уже теперь 23 лет. И вот я наблюдаю людей, которые ходят на тренинги, я вижу, что с ними там происходит, как они меняются. Это очень интересно. Поэтому вот если мы работаем в Альдорфской школе, да, это светское заведение, никаких религий там и тумана напускать там про астральное эфирное тело не надо, надо очень четко понимать, как понятными всем словами описать, что такое стоит позади термина астрального тела. Если это описывать, я думаю, выясняется, что то, что имеется в виду в антропософии в Альдорфской педагогике, это очень конкретные вещи. То, что стоит за словами там эфирное тело, это очень тоже конкретные вещи, которые можно видеть, которые каждый может пережить хотя бы частично в своем опыте. Поэтому вот этот испуг родителей, я открыл книжку, вот в Альдорфской педагогике Штайнер вот придумал, а тут такое написано, ну вот это я с этим сам столкнулся впервые, когда мне было интересно в Альдорфской педагогике, они пытались рассказывать про антропософию. И вот это вот рассказывание про то, как ангелы работают, для меня не вызывали вообще никакого интереса, мне было скучно, я помню, я напинал, начинал пить сладкий чай, есть соленые рыбы, что будет ждать, пока там это доскажут все. Ну это таки в частных разговорах на квартире, тогда это еще было так, полуподполье, можно сказать. И со временем только, когда у меня возникли некоторые вопросы, на которые я не мог найти ответы, я начал читать эти книжки, которые касаются не напрямую педагогики, а те, которые касаются вообще как человек душевно-духовно устроен. Книги так устроены такие, что чем больше читаешь, тем больше понимаешь. И чем хороша антропософия, здесь все связано между собой. То есть это как в науке, есть взаимосвязи, они не такие жесткие и линейные, как просто в логике и в материи, потому что связаны с душевно-духовным. Там ничего такого вот жесткого, которое можно схватить и за это держаться, вот так, оно обязательно имеет некие там колебания. Центр остается, остальное там влево-вправо, множество возможностей. Но тем не менее, эта наука, ей можно пользоваться. И, конечно, хорошо, когда это делают люди, у которых достаточно способностей, чтобы соединить с современными данными науки, соединить с своим личным опытом и говорить с людьми на языке, который им понятен, а не тасовать эти сложные термины, которые людям ни о чем не говорят, а только наливает такой вот мистический туман. Так что, если вы хотите пройти, ну, такой путь понимания в альдовской педагогике, то я напомню, что надо прочитать эти книги «Философия и свободы», «Теософия», «Очерк тайноведения», и только потом переходить там более к таким книгам, которые берут отдельные аспекты. Ну, а для родителей, которые уже, ну, так, с доверием относятся к Штайнеру, можно брать педагогические курсы лекций. Они прямо называются курс лекции, там, Базельский курс, там, Дорлогский курс, и они как книжечки отдельные выяснены, ну, изданы и на русском языке тоже. Там, воспитание с точки зрения духовной науки. Ну, это должно быть уже доверие к этой духовной науке, чтобы бороться за эту книжку. Если доверяете, ну, может, там, эти не читать, педагогический аспект просто рассматривать. Ну, еще есть одна самая такая сложная позиция. Рудольф Штайнер, когда организовывал Вальдорфскую школу почти сто лет назад в Штутгарте, он прочитал три курса лекций. И одна из них – это общее учение о человеке. Он дал описание человека, откуда прошлое и будущее, откуда родится воля, откуда родится память, представление, как это между связано с будущим, с прошлым. И вот эти лекции, я бы сказал, они одни из самых трудных у Штайнера. И поэтому, когда начинают учиться и сразу берут общее учение о человеке, то есть возможность столкнуться с тем, что ничего не понятно, и это трудно. Поэтому не торопитесь читать общее учение о человеке или делайте это с людьми, которые долго этим занимаются, понимают что-то в этом, есть чувство, опыт. Начинать надо с лекций педагогических, как говорил я уже, если вы доверяете духовной науке. А если хотите зарыться вглубь, то начинайте с того, о чем я уже два раза сказал. Вот. Это, по сути говоря, ответ на вопрос, который мне прислали в живом журнале. Не могли бы вы рассказать родителям, как связана антропософия и Вальдорфская школа. В общем, связана антропософия как духовно-душевное основание для педагогики. И хорошо, если бы родители и учителя на нем стояли, а когда с детьми работали, то это было представлено на том уровне, который понятен современному человеку, понятен детям. Поэтому не надо ничего бояться, надо просто окинуть сознанием все, что вас окружает. И антропософия этому очень сильно помогает. И у Штайнера прямо в третьей главе, по-моему, очерка «Тайновидение» есть такая фраза. «Не надо мне верить на слово». Ну, Штайнеру не надо верить на слово. Ну, тем паче не надо верить на слово мне, да? Которым до Штайнера 500 верст киселях лекает. В то же время не надо отказываться от того, что предложено. У Штайнера были сверхспособности, да, вот как и доктор наук, с одной стороны, написал диссертацию по наследию Гёте, а с другой стороны, он с раннего своего школьного детского возраста, он ясновидящий. То есть он переживает духовные миры, и в то же время его мозг так организован, что он защитил докторскую диссертацию, преподавал там много, преподавал как в области естественных наук, так и в области гуманитарных, и прочитал огромное количество лекций, то есть довольно редкое явление. И вот он говорит, не надо мне верить, но и не надо отказываться от того, что я сообщаю. Вы возьмите это как феномен и держите. Вот так про это говорили. И потом практика вам покажет, помогает вам жить, объясняет что-либо. Если это помогает и объясняет, то это уже не вопрос, Штайнер сказал, это мой личный опыт. Это мой личный опыт, это мне помогает. И вот почему я вот здесь сейчас сижу, и Саша в очередной раз это все записывает. Потому что мне это помогает жить, я поэтому рассказываю, и что вам тоже, может быть, это поможет найти ответы на вопросы, на которые нельзя найти ответы в других местах. Не надо верить на слово, помните это, проверяйте по жизни. Это будет ваше личное знание, ваш личный опыт. И будете говорить, ну вот я так думаю, у меня есть это чувство, чувство истины. И я хотел бы еще такую мысль интересную, которая недавно вот мне подхвачена, из книги «Ступени сознания» Георга Кюлевинда. У него такая мысль, ну она конкретная, и в нее сразу веришь. Вот он сказал, истину не надо доказывать. Истина, она так... Правда, вот, это так и есть. Вот это реальная истина. И она у каждого может быть, каждый может пережить вот это. Точно, это есть вот так. Поэтому читайте, пусть для вас это тоже откроется. Я думаю, что это поможет очень сильно. Очень мало у нас есть таких вот возможностей построить целостную картину мира. Ну, пока все. Редактор субтитров А.Семкин